В этом году особое внимание Исполнительный комитет ГГУЗИ стал уделять малому и среднему бизнесу. Чтобы помочь предпринимателям правильно составлять бизнес-планы, проинформировать о том, как развивать свой бизнес и где можно взять кредиты под маленький процент, Исполком в партнерстве с Финкомбанком проводит с предпринимателями уже не первый тренинг. И совместно с нашим партнером Финкомбанком мы сегодня проводим семинар ознакомительный для всех представителей малого и среднего бизнеса, для того, чтобы они ознакомились с теми проектами финансирования и поддержки, которые существуют в Республике Молдова, действуют здесь, которые предусматривают как и грантовое финансирование, так и кредитование на льготных условиях. В основном у нас идет проект по улучшению конкурентоспособности, это Всемирный банк, есть представители Европейского банка реконструкции и развития, есть фонд гарантирования кредитов для малого и среднего бизнеса, есть и другие проекты, которые финансируют конкретно проекты для малого и среднего бизнеса в том числе. Президент Финкомбанка Виктор Хворостовский отметил, что для успешного ведения бизнеса немаловажно быть информированным, знать, где можно получить те же кредиты под малый процент. Поэтому, по мнению высокого чиновника, информации сегодня было представлено предостаточно, и это должно стать хорошим подспорьем для предпринимателей малого и среднего бизнеса в Гагаузии. Я надеюсь, что люди услышат, люди поймут, в каком направлении можно спрашивать, потому что информации было сегодня очень много, была лавина информации, ставки, сроки, условия и так далее, но были даны адреса, и было дано самое главное понимание, по каким вопросам куда обращаться. Все. Во-первых, могут обращаться через свои банки, где обслуживается, каждый предприниматель, бизнесмен, либо напрямую нам показали все данные, показали, по каким вопросам могут оказать помощь, консультацию, проработать. Предприниматели и бизнесмены малого и среднего бизнеса с интересом восприняли информацию, представленную различными фондами на тренинги, о возможной финансовой помощи, однако высказались некоторым недоверием по поводу получения кредитов в малом процентном соотношении. Значит, предлагают неплохо, но на деле иногда они доходят до нас до конца, почему-то непонятно. Очень часто бывает, что мы какие-то проекты планируем, подаем документы в банк, но ресурсы не хватает тех, которые нам обещают часто, а приходится брать совсем другие кредиты по другие проценты. У меня на опыте жизненном так получилось, что посадили виноградники, когда обещали 4% гранты под 4%, а потом, когда мы уже проект сделали, посадили виноградники, 4% нам не досталось почему-то, и нам пришлось брать более дорогие проценты, и пару лет нам давали субсидии на проценты, на долгосрочный кредит, а в прошлом году нам этих процентов не дали на субсидирование, непонятно почему, и теперь не знаем, как мы будем рассчитывать с государством и с банком. Нас интересует система рожения, будем этим заниматься, нас интересуют гелиоустановки, да, гелиоустановки, то есть, если у нас получится программа, то, что мы затеяли в этом году, у нас будет установлено хранилище фруктов, значит, вся электроэнергия у нас будет уступать от Боженьки. Нам сегодня грех жаловаться, что мы не сотрудничаем с фондами, мы все-таки сотрудничаем с фондом с 2006 года. Мы использовали все возможные фонды финансирования, и ФАД, и РИСП, и не только из основного фонда, но уже и из фонда рефинансирования, поэтому мы знакомы с данными фондами, мы с ними работаем. Было приятно, что это организовано, это мероприятие организовано в Гагаузии на русском языке, потому что все представление о всех фондах, оно все-таки на молдавском языке. Для нас, для Гагаузии, очень большая проблема. На встрече с представителями малого и среднего бизнеса Гагаузии были представлены проекты и кредитные линии шести фондов Республики Молдова. Это фонд по усилению конкурентоспособности Всемирного банка ПАК-2, национальная программа Европейского банка развития и реконструкции, проекты директората кредитной линии Министерства финансов Республики Молдова, Международный фонд сельскохозяйственного развития, фонд вызовы тысячелетия и другие фонды, которые готовы сегодня представить финансирование в проекты малого и среднего бизнеса в автономии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова